Весовой категории до 60 килограммов представители Республики Куба Лазаро Альварес Эстрада В синем углу ринга представители сборной Российской Федерации Весовой категории до 60 килограммов Альбер Патыргазиев Ну что противопоставят чемпион России из Нижневарковска Судья рэперин Рим Юрий Черников, город Кривза И опять преимущество в росте у боксера из Кубы Сразу в своей манере Широкая стойка Да, вперед не идет, вот так он боксирует всегда Но всегда закручивает очень хорошо по сторонам Смотрите, по-прежнему быстрые руки у этого кубинца Левша Раскрывается в дистанции Низковато, да, держит руки, раскрытая стойка Но тем не менее, действительно, вот с левой сильнейшей руки попадает Ну он используется преимуществом скорости В длине рук В хорошем чувстве дистанции Ну что сказать, классный боксер, конечно Не дает по себе попадать Хорошо ловит момент Вполне понятно, да, волнение молодого Батхагазиева Выйти в ринг против Прократного чемпиона мира Отличная защита корпусом Нырки, уклоны Все это демонстрируют в первом раунде До страда Поменял стойку, когда уходил Смещается вправо Дергать не получается, кстати Вот рекомендуют Альберту Дергай, дергай А дергать-то у Лассера не получается Альберту тоже легче Хорошо уходит, да, страда? На ногах Великолепную работу демонстрирует Вот так вот укусил И оттянулся снова на дистанцию Не дает возможности Он не кого-то оттягивается Он еще и закручивается Попал слева Кубинец Стоп! Стоп! Данцовка раунда Ну, страда демонстрирует все то, чего мы от него и ожидали Что он показывает в ринге уже на протяжении многих лет Отличная такая работа с центром тяжести Также чувствует баланс очень хорошо И не садится в углу У нас есть Класса раунда Класса раунда Попал слева В ответ не уставай Понял? Крадьер сразу снимает смещение по сторонам Ясно? Слушайте покой Сейчас внимательный второй раунд может на тебя побежать. Вы слышали, да? Ты должен сразу работать, сразу работать. Маленькая плотность, выше плотность, выше плотность. Почему не проверяешь? Можно корпус проверяй, не охотиться только за одной башкой. И длинные комбинации. Если ты зацепился, то надо развивать. Наглее, умели не работай. Если ты зацепился, почувствовал развитие. Уходим, уходим, уходим. Наглее работай, вы слышали, да? Ну, нужно подавить, конечно. Попробовать поджать кубинца, хотя это будет очень непросто. Конечно, немножко робость чувствовалась в первом раунде. Действиях россиянина, это неудивительно. Снова. Харьбрис кричает хорошо. Хорошо боксеров. Вот, посмотрите, типичная кубинская школа бокса. Экономно, технично, но результативно. И вот здесь как раз то, о чем мы говорили. Вот Астрада делает ровно столько, сколько ему нужно. И ничего более. Да, но при этом красиво боксер демонстрирует. Несколько точных попаданий справа. Сказали нашему боксеру в перерыве, чтобы попробовал атаковать в туловище. Действительно, бывают возможности, но это не пользуется. Вот сейчас хорошая атака. Попал по цели. Вот. Два-три хороших точных попадания придадут уверенности. Будьте. Но Эстрада ведь работает с запасом. Да он с огромным причем запасом. Потому что, ну вот эти вот, да, атаки сейчас Альберта, они, конечно, смотрятся довольно неплохо. Но вот при ближайшем рассмотрении видно, что все-таки он не достает до Эстрады. И все вот эти попадания, они по боку, по плечам. Нет, ну пара попаданий в голову. Конечно, да, само собой. То есть боксера ты не можешь не пропускать. Но они такие, в основном на излете все-таки уже приземляются. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Надо, конечно, отдать дону нашей федерации бокса и федерации бокса Волгоградской области, которая приняла участие и позволила провести матч в Волгограде за то, что все-таки этот матч состоялся. В первую очередь для молодых наших ребят это очень важно. Уходим, уходим, уходим! Ну что, смотрим второй раунд? Бокс! Ой, простите, третий. Третий? Заключительный? Второй так быстро прошел. Да. Да, 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 напрягай, напрягай, напрягай. По-прежнему опережает эстрада. Россиянина. Хорошая передняя рука, конечно. Кубинцы. Смотрите, попал Батергазеев в одиночном и целой серии. Я даже не успел посчитать, сколько ударов от Лассера Альвардса прилетело в ответ. По горбасу пытается пробивать Альберт. Дальше, 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 дальше. Забирай, дальше, дальше. Батергазеев в одиночном и целой серии. Отборный командир. Отборный командир. Отборный командир. Отборный командир. Достаётся снова с левой рукой Лассера Альвардс. И вот очень здорово оттянулся. Прихватил все-таки немножко правой рукой, и апперкот так пробивал кубинец, прижимая голову Альберта к себе. Подтягивал. Это же он владеет всем арсеналом. Даже немножко изокрещенным приемом. Всего-то опытом. Подбадривают россиянина и правильно делают. Само собой. Должен почувствовать поддержку. Класс он явно виден. Разница в этом классе. В опыте, в мастерстве. Подустал, кстати, уже Альберт. Здесь заметно. И кричат ему, ищи, ищи через корпус. Возможности не всегда есть. Вот здорово подставил плечо под левый боковой. У вас раживаясь. И ушел. Причем уходит с опущенными руками. Великолепное чувство дистанции. Здесь, 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 здесь. В корпус, в корпус. Стоп. Закончен раунд. Все, что мог, оставил в ринге российский боксер. Еще раз скажу. Один такой поединок стоит 10. Десяти. Соразно, чем много. Ну да, надо было длинными комбинациями. Повторные атаки не заполнял. Ну, вы слышали, да, претензии? Да, здесь угол все понимает. Да, где был неправ. Но соперник, еще раз скажем, соперник очень уж был силен. Победителем этого боя становится боец из красного угла. Сборная Кубы. 3-1 становится счет в нашем матче. Кубинский боксер, любитель легчайшей весовой категории, выступающий за Кубу с 2010 года.